Производство киностудии Арменфильм У кого были львиные сердца На Владикавказской дороге Средь бела дня самого Губернатора ограбили Нравится него? Хорошо мне этот снимок на глаза попался А то бы он так в деревне и пропал И вы бы ничего не узнали о своих предках Может, скажешь, дед, где ты нашел его? Где нашел? На дне сундука Дедушка, а где тут сундук? Эй, Рубен Джан Разве ты не знаешь, где деревня, там и сундук? А правда Кто эти мужчины? Сказал же, твои предки Дед, а что ты еще привез из деревни? Ай, Рубен Джан, не все-то ты хочешь знать А еще в нашем сундуке я нашел одну хорошую песню для тебя Хочешь, спою? Да Я, наверное, во всей Армении один только и знаю эту песню Забыли я давно Ну, слушайте ПОЕТ Ага ПОЕТ Мой отчий край, много у тебя больших забот. Но так же велики и твои надежды. Камениста твоя земля, но ты расцвела и на камнях. Я горсть твоей земли, я побег от твоего цветка. Я твоя малая частица. Ты и я, мы одно целое. Субтитры создавал DimaTorzok Автор сценария Агаси Айвазян. Режиссер Генрих Малян. Оператор Карен Месян. Художник Микаэл Ракелян. Композитор Роберт Амирханян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А ты, я вижу, не в духе. Кто там у вас в роду был разбойником? Не очень-то я и понял. Ну, будто бы дядя-дедушка, кажется, один из его братьев, и еще какие-то дальние родственники. Тот и ты такой вымахал. Наследственность всегда чувствуется. От жизни брали все, что только можно взять. Вот мой дед был добрый. Ну и что? Ничего не добился. Все для других делал. Видишь теперь, какой я маленький? Это его гены, потому что каждый перекладывал на его плечи свою ношу. Ему было тяжело нести, а у меня ноги подкосились. Опять перекур. Ну и что? Ты что, боишься его? Да нет, неудобно как-то. Он знает свое дело. Пугает, чтобы уважали. Это нормально. Говорим-любим, а сами боимся. Говорим-уважаем, а тоже боимся. Ладно, идем. Послушай, я сегодня должен пойти в один дом. Хочешь со мной? Бери пример с предков. Ты что, за мной ходишь? Ты что, за мной ходишь? Чего тебе надо? Ты что, влюбилась, что ли? Да? Ну скажи. Да? Смотрите на нее. И не ходи больше. А если пойдешь, то не ближе десяти метров. Иначе пеняй на себя. Ясно тебе? Ясно тебе. КОНЕЦ Не показывайся. Увидит, ни за что не пустит в общежитие. Принципиальный. Я уж и деньги предлагал, не помогает. Пошли! Быстрей! Вот и я. Не ждали меня сегодня, а? Знакомься с товарищем. Майя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ливон. Дед, а можешь нам сказать, кто из этих разбойников самый смелый? Трусов там нет. Разве это разбойники? Какие-то пришибленные людишки. Такие даже мухи не обидят. Разбойники это... У-у-у! Хм. Откуда тебе знать, какие бывают разбойники? Дед, а ты кого из них видел? Ну, не то, чтобы видел, а знаю. Как же ты знаешь, если не видел? Хм. Их, наверное, сами их ограбили. А пистолеты? Нет, наши предки себя в обиду не давали. И все-таки они производят жалкое впечатление. Ну, посмотри. Разве мы на них похожи? Замолчи. А ты? Какое ты имеешь отношение к нашему роду, зятек? Ну, кто ты такой? Ну, посмотри ты на себя. Ты только слегка напоминаешь мне мужчину. И он еще хочет продолжать мой род. Сынок, Меружан! Что, отец? Иди-ка сюда. Ты что же это делаешь? А что? Ну, что ты таскаешь за собой эту несчастную девочку? Какую девочку? Я это каждый день вижу. Ну-ка, сядь, сядь. А? А я знаю. Не знаешь? А что тут знать? Ну, девушка. Ну, любит. Как это у тебя легко получается? Любит и все. А что мне делать? Что делать? Ведешь ты себя как-то не по-мужски. Мужчина должен уступать дорогу женщине. Всюду ее опекать. Нужно следить за тем, чтобы никто ее не обидел, не посмотрел на нее косо. Ты что, не знаешь? Те времена кончились. Теперь нужна дистанция, понимаешь? Что нужна? Нужна дистанция между мужчиной и женщиной. Влюбленных никто не ценит. Ты люби, как положено мужчине. Что это еще за дистанция? Может, близости только те боятся, кто пустоту вот этого места показать не хотят. Кто тебе сказал такую глупость? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А давно ты с Андриком знакома? Ты опять? Здравствуй, Айрик. В прошлом письме я обмолвился насчет наряда, но это я со страха, наряда мне не дали. На первый раз отделался замечанием. Так что все в порядке. Старшина ко мне относится очень хорошо. Может быть, даже на несколько дней получу отпуск. Тогда приеду домой. Но хочется, чтобы ты сам приехал сюда. Ты ведь нигде не бываешь. А здесь очень интересно. И по ночам сейчас светло, как днем. Да, ребята, сегодня по радио слушал беседу врача. Он говорил, что для инфаркта нужно 4 миллиона отрицательных импульсов. А попросту мелких огорчений. Будь то грубое слово, косой взгляд, копеечка, что вам не додали. Не надоело тебе языком трепать. Ага, вот еще один отрицательный импульс. Осталось набрать уже совсем немного. Куда ты только смотришь. О чем ты? О чем? О парне плохо заботишься. Какой же ты отец? Мальчишка. Тебя самого надо воспитывать. Что случилось? Поздравляю. Сын твой скоро станет отцом. Я ли не говорила? Следи за ним, следи. Не знаю только. Какая ты приличная девушка, захочет заиметь ребенка без нашего ведома. Честь семьи. Конечно, мы все теперь в ответе. Да что случилось? И он еще спрашивает. Неужели все еще не ясно? Он сказал все в ответе. Такая семья, как наша, на весь Ереван одна. С нашей честью играть нельзя. Ты этого не знаешь. То есть, как не знаю? Такие вещи все знают. Да нет, все это не так. Тогда объясни. Значит, в этом мире потеряется один из нашего рода. Этот ребенок наш или нет? Ну, допустим, что да. Только все это, отец, намного сложнее. Куда уж сложнее. Ты часто бывал у Майи? Да. Ну и что? Нет, ничего. Ничего. Но ребенок все-таки наш. Ну, тогда так. Ты приведешь мать с ребенком. Ну, о чем ты говоришь? А я говорю, что ты приведешь. Да ты, ты, ты ведь ничего не знаешь. Я не знаю, но ты тоже не знаешь. А что будет дальше? Один останет два. Два уже четыре. А четыре сто четыре. Ливон! Поезжайте, вечером встретимся. Пока. Ладно, обязательно. До встречи. Привет. Чего хмуришься? Что-нибудь случилось? Ничего. Не иначе Майя испортила тебе настроение. Стоит ли из-за этого огорчаться? Неужели там у тебя все всерьез? Я же тебя предупреждал. Ты, конечно, дал ей повод так себя повести. Я вижу, так оно все и случилось. А надо было держать ее на расстоянии. И все дела. Сам виноват. Зачем ты бывал с ней на людях? Неужели ты так наивен? Ну, и не ответишься теперь от ребенка. Тебе-то что за дело? Стой. Хочешь, зайдем сейчас к ней? Я поговорю как надо. И она оставит тебя в покое. Нет. Ну, как знаешь. КОНЕЦ 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 Заблудился голод? Что скажешь? Придержи язык. Здравствуйте, дядя Овсеп. Очень хорошо, что вы зашли. Майя? Это не Майя. Это отец Ливона. Все вытряслось, дядя Овсеп. Все нормально. Ни у кого никаких претензий. Все, как у нас говорится, в ажуре. Претензии у меня. Я хочу увезти Майю к нам. Как это? А ну, проваливайте все отсюда. Вы что-то сказали? Нет. Мой Илья слышался. А кто вас сюда озывал? Молодец. Ну, я-то свой, дядя Овсеп, я свой, я ушел. Только так их можно отвадить. Молодец. Ты мне нравишься. Если бы я пришел раньше тебя, сделал бы то же самое. В русско-турецкой я был добровольцем. А знаете, мужчинам сюда вход запрещен? Я не знал. Ну, что вам нужно? Я хочу, чтобы у тебя все было, как у людей. Чтобы ты жила у нас. Это он вам сказал? Он сам? Нет. А с чего это вы взяли, что вам все дозволено? Явились. Без спроса выставили всех за дверь. Может, и меня сунете под мышку и отнесете домой? Следовало бы у меня спросить. Я вам кажусь такой бедной, беспомощной. А может, это я отвергла его. Ты прости меня. Прости. Так получилось. А из каких мест ваш сторож? Дождался. Нашли невесту. А я-то при чем? Что вы на меня уставились? И тебя я знаю. Ты тоже хорош. Знаю я вас всех. Вам все равно, кого вы в дом притащите. Из такого важного дела. Балаган устроили. И не спросите. У меня здесь и нет. Невеста наш род должна продолжать. Ну, это ее не очень-то заботит. Левон-то еще дитя. Здесь отец во всем виноват. Но и девушка меня удивляет. Она-то должна была думать. Ах, значит, девушка, а не мужчина. А кто же? Отец, отец. Как ты можешь судить о ней, ты ее не знаешь? Знаю. Не слишком-то вы сложные. Только и думаете о том, как бы подцепить нашего брата на удочку. Мама. Что мама? Совсем совесть потеряли. Некоторые из вас. Знай свое место и не порти другим жизнь. Если сама как следует жить не умеешь. Эта девушка должна знать свое место. А кто же? Да хотя бы ты. Я? А я-то при чем? Хочешь всех нас расставить как мебель. Хочешь, чтоб тебе всегда было удобно перемещаться. Хочешь гулять и ни за что не задеть. Тебе так невыгодно, пронумеруй нас, если ты так считаешь. Может, ты и на меня бирку навесишь. Подумай, что ты говоришь. Это она из чужого голоса поет. Я знаю, чьи это слова. Хватит замолчить! Никто из вас ничего не смыслит. Если бы не я, что было бы с нашим семейством? Разве можно так? Вот, насмотри на моей айкуш. Сто человек пришло. А вы что? Первую встречную в дом приводите. А кто она? Какого рода и племени? Вам и дела до этого нет. Я-то при чем? Со мной не считаются. Нашел? В аэропорт ездил? Был на вокзале. А в Ленинакан телеграфировал? Был я и на вокзале, и в аэропорту везде. И телеграмму тоже дал. Ну и что? Ну? Нету. Не одобряю я это. Вот не одобряю и все. Так вот схватиться ни с того ни с сего, чужую и незнакомую женщину звать в семью. Уж ты хоть меня бы взял с собой, чтобы посоветоваться. Иначе от стыда внук мой сбежал. Надо на его службу сходить. Ты что, Овсеп, не спать ли укладываешься? Это сейчас-то, когда пропал твой сын. Ну, герой. Ничего с ним не случится. Ничего плохого он себе не сделает. Он не из тех. Так что нечего тревожиться. Левон давно уже не мальчик. Это его дело. Хочет он заводить себе семью или нет. Он, во всяком случае, так считает. Чтобы, не дай бог, не проиграть. Вот так и тянем себе. Но потребность человека жить друг для друга и для добра. Так для чего ж тогда на себя тянуть? Надо же что-то отдавать, а не только брать себя. А давайте другим, если сами хотите добра. Нет. Куда там о другом подумать? Себе. Счастье себе. Удобство тоже себе. Радость, благополучие. И это мне, и это мне, и это мне. Не понимаем мы еще друг друга. Спокойной ночи. Ну что? Левон у окопа. Да. Успокоились? Он свое дело знает. Счастье себе. Это днях в аппетит времени. Он в пятницу. Он вер Lenaфон. Он не придуodsать. Он не из apostleна Петрович. Он не подスк Bes읍니다. Ув8 таверен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Родина моя, край орлиных гнезд. Мои деды создали тебя, Мои братья тебя хранили, И наши дети теперь Отданы тебе, родной мой дом, Армения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зачем ты так делаешь? Зачем ты так себя ведешь? Зачем ты так себя ведешь? Все кричат, плачут, злятся друг на друга. Я? Думаешь, я не вижу? Львона обидел, деда обидел, Маму тоже обижаешь. А зачем? Не знаю. Не можешь так не делать. Не могу. Тебе их не жалко? Жалко. Очень. Что такое? Ну, что такое, Рубен? Подожди, что ты плачешь? Ну? Тебя тоже жалко. Ну, не плачь. Успокойся. Не надо плакать. Иди ко мне. Не надо плакать. Лубань, ты же мужчина. Чего ж ты плачешь? Здорово. Привет, Овсеп. Ха-Жалко. 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 Продолжение следует... 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 В Ереване живет чудесный человек, Семен Семенович. Ну, неужели вы забыли? Ты, Семен Семенович, оставь в покое. Знаем мы твои фокусы. Это ты к Семену Семеновичу ходил с букетом? Да, и что? Он же очень любит цветы. Почему только ты нес их под пиджаком, а? Так это я их не люблю, вот и все. Ты мне зубы не заговаривай. Тебя-то я знаю. А если бы мой отец тебя увидел, а? Знаешь, что бы он сделал? Ну, скажите, что это за закон такой, чтобы дарить цветы только покойникам да женщинам? А живому человеку и цветка выходит жалко? Ну что? Подозревать меня? Да кому я нужен в мои-то годы? Да еще с семьей. Подумаешь, семья тоже сказал. Вот у нас была семья. Это да. Не то, что твоя. Две дюжины душ. Эй, что с вами стало, а? Пятеро детей. Шестеро детей родили, уже головы теряете. Отец. Молчи! Но ведь я... Молчать! Ну дай сказать. Я же сказал, молчи! Молчать! КОНЕЦ 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 Весь дом переполошил. И все из-за одного зрителя. Какого зрителя? Андрика. Чтобы убедить этого сопляка, какой ты принципиальный. Ходил, ходил к своей девушке. И как и Андрик, оставляешь ее. Что ты мелешь? Вот даже на работу не вышел. И эта поза. Тоже, чтобы кого-то в чем-то убедить. А хочешь, изобьем этого Андрика и делу конец. А что? Здесь есть определенный смысл. Я приветствую эту идею. Сразу решаются все вопросы. И больше не надо тебе будет разыгрывать этот спектакль. Хочешь, люби. Хочешь, нет. Потом локти себе будешь кусать. Да поздно. А чем мы хуже других? Парсаданова, знаешь? Того Рябова. Никому не известно, чем он занимается. А дочь у него в университете учится. А ты, настоящий, можно сказать, потомственный рабочий, не можешь своего ребенка в институт устроить. Ты считаешь это нормально? Смотри, смотри. Только не знаю, для чего тогда отцы нужны. Если они о детях не заботятся. Саркисяна парень в этом году в медицинский поступил. Ну, знаешь, тот, что в доме напротив живет. Он, значит, может, да? Сын вашего рабочего в политехническом учится. А что же наш? Хуже всех, что ли? Если он не поступит, я сойду с ума. А кто ему мешает? Пусть поступает. Мешает. Не хватало еще, чтоб ты ему мешал. И таких хватает. Например, это их приемная комиссия. Помоги ему, Авсеп. Сейчас все отцы это делают. Пожалуйста, помогу. Пусть сядет на отцовскую шею и учится. Само собой. Но это не помощь. Помогают теперь не так. Знакомство заводят с кем надо. Никто еще у нас нечестным путем добра не наживал. Закон для всех одинаковый. Сдаст экзамены, пусть учится. Авсеп. Ну все, хватит об этом. Ты обязан сделать все, чтоб твой сын учился. А то можно подумать, что ты в этом не заинтересован. Теперь сам знаешь, без высшего образования никуда. Авсеп Джон, ты должен. Ничего не сделаешь, пропадет ребенок. На кого еще надеяться? О чем ты говоришь? Да, Авсеп Джон. Ты должен. Должен что-то сделать для нашего мальчика. Слушай, взятки я давать не могу. Пойми ты это. Вот хочешь, на весь город закричу. Не могу! Ненормальный. Кто это называет взяткой? Просто нужно проявить к человеку хорошие отношения и захватить конвертик. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сfonська. Поверь ветер. Порядок. Не волнуйся. Всё будет, как обещал. Поговорю с кем надо, как обещал. Все как обещал. Пошли где-нибудь погуляем, а то здесь очень людно. Пошли где-нибудь. Ай, черт! Куда это мы идем? Не скажешь? Пойдем повыше. Воздух там чище. Лучше дышится. Ну-ну. Лучше дышится. Лучше дышится. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Ну, как ответил? На пятерку. Другого я и не ждал. Вот это по-нашему. Так и держи. Я не поверил бы, если бы кто-нибудь из наших оскандалился. У нас все такие. Идем на три. Я не могу. Я еще не приходил. Я все могу. Будь уверена. Повтори. Я все подробно. Все подробно. Я приду. Я в ровно 4. Я приду. Я в ровно 4. Обязательно! Maya! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама сегодня запаздывает Субтитры создавал DimaTorzok Угл Ты не на экзаменах? Вот сейчас я должен тянуть билет Кому-то он достанется И что? Не идешь? Не Решил не поступать? Как сказать Что это? С Андриком говорил? Поговорили Ну а как наследник? Сейчас весит ровно три кило Послушай Что ты решил? Как с Майей? Заберешь ее сюда? Не все сразу Добрый вечер, дорогие телезрители Начинаем нашу телепередачу С цикла Забытые песни Дорогие друзья Наш гость Погость Манукяна Расскажет Как ему удалось найти Потерянную песню Пожалуйста Мне очень приятно Сюда Я рад с вами говорить Когда мы из Эрзерума бежали Я думал Что среди аримян Вовсе уже не осталось мужчин А те, кто остался Совсем потеряли себя Но мой сын Авсеп Очень меня порадовал В годы Великой Отечественной войны Наше правительство Дало ему ружье Еще один большой танк И сказала А ваша песня Вы нам расскажете Где вы ее нашли Хорошие песни Хотите, спою Мы все с удовольствием послушаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Детский субтитры создавал DimaTorzok А Эрик, а почему на похоронах Только нам руки пожимали? Потому что Дед Погос был из нашей семьи А раньше у него была семья? Была В детстве А Эрик, когда ты был маленький, у тебя была другая семья? Да, и у меня, и у мамы У меня тоже будет другая? Да, будет А у Миружана? И у него Ну что ты? Чего ты загрустил? Ты уже большой И все семьи так отделяются друг от друга Все Все А у деда, моего деда, тоже была своя семья? Была, была А у того самого первого дедушки, кто был их отцом? Тоже была А много других семей? Много А почему у нас в семье я делаю то, что делаю, а ты делаешь то, что делаешь? Что-то ты мудренно и говоришь, я тебя не понимаю А Эрик, а почему я сижу у тебя на плечах? У тебя на плечах тоже будут сидеть Из чужой семьи? Нет, почему? Из твоей Ты сядешь на мои плечи? Нет, сынок, не я А Эрик, а Вартан из нашего двора тоже из семьи нашего первого дедушки? Да А Белитер Копчик, тот, что меня не любит Он тоже А этот? Тоже И этот? Да А этот? И этот И этот Да Тоже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Heidi! Heidi!